дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген life среда 13 декабря время 21 часки 22 часа в москве право очередной стрим у нас сегодня нового внеурочные несколько временном обстоятельства к тому понуждают белковский сезон шанс рад тебя видеть приветствуем ахарь всем привет до четверг по известному анекдоту не ну просто ситуация действительно такая что необычная и мы хотели чтобы далеко не уходить от событий которые вот-вот происходит прямо на наших глазах действительно как судить мы назвали стрим кто враги украины понятно что самом общем виде сформулировать да и враги тут может быть несколько натянута но все равно ситуация такая что ров который разделяет одних и других он углубляется прямо скажем и обстоятельства при которых кто-то играет интересы или там нейтральность еще что-то он только способствует еще большему углубление обострение всех противоречий понятно что мы говорим это сразу спустя сутки 12 декабря когда президент зеленский находился в вашингтоне встречался с сенаторами в конгрессе соответственно встречался с президентом байденом были другие встречи но результат известный публичный результат то что до рождественских каникул соответствующие поправки бюджет не будут приняты вот об этих 60 небольшим миллиардов долларов помощи уже до нового года похоже речь не идет уже ничего не может это исправить слаб подслащенной пилюли были 200 миллионов которые из своих резервов выделил президент байден но это ведь вот повод а поговорить стоит все таки о том что вообще говоря происходит потому что ну несколько неожиданно что дожали до последнего даже я вот признаюсь честно каюсь считал что все-таки в последнюю секунду республиканцы пойдут на предложенные компромиссы по стене по мексиканской границе и в общем выделить эти средства там пусть до с тысячи оговорок и под тысячи обещаний демократической администрации этого не произошло а вот разные трактовки разные интерпретации но все-таки сейчас уже вопрос стоит остро а как такое вообще вот и куда это все идет потому что только ли это объясняется на предвыборной схваткой да ну мы кануне всех разворачивающих 24 году событий по выборам президента между республиканцами и демократами ну то есть так можно заиграться совсем уже до не шуточного и принципе первые признаки того но может и не первые уже налицо потому что одно дело вот говорить только там об украине об израиле а других этих странах которые недополучат сейчас вовремя эту помощь а другое дело вообще говоря о глобальной роли самих соединенных штатов их союзников отчасти всего коллективного запада обязательств по отношению к свободному миру но и много чего еще к цивилизации жар безопасности праву и так далее давай об этом поговорим ты как трактуешь вот эту перемену которую вот вчера у нас андрей речки анковский своевременно заметил что даже самые отпетые республиканцы которые прежде выступали с критикой байдена за недостаточность помощи украине за значит непоследовательность так далее сегодня как ни в чем не бывало на голубом голове мич макконнелл там ряд других вы не 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 бюджет там туда-сюда не будем мы никакой помощи выделять как бы ты это все интерпретировал во первых как сегодня мы узнали сессию конгресса продлили до 21 декабря на несколько дней 15 это значит что надежды еще остаются и кажется джозеф байден и демократическая партия сша заменили переговорщика с республиканцами по вопросу миграционной политики в частности стены на границе с мексикой вместо крису мерфи который республиканскую сторону категорически не устраивал о чем даже говорил с представители майк джонсон в разговоре с владимиром зеленским назначен чак шумер лидер большинства демократов в сенате поэтому определенные надежды на поддержку этого пакта сохраняются но безусловно коль скоро сша являются главной сверхдержавой единственной современного мира по-прежнему кто бы что ни говорил то разумеется любая другая тела или страна связанная с сша некими обязательствами в конечном счете заложник внутренней американской политики всегда когда какие-то обязательства связывают тебя и гораздо более сильного партнера они обязывают тебя в гораздо больше большей степени чем куда более сильного партнера и как собственно вот здесь очень показательная была встреча владимир зеленского с тем самым майком джонсоном который сказал что никаких проблем с поддержкой украины и на концептуальном не на экономическом уровне нет у него нет претензий к владимир зеленскому и украины есть претензий к джозефу байдену который не хочет идти на компромисс по миграционной полиции и раз так зеленский должен потерпеть за рука байдена попросить его пойти на компромисс по миграционной политике и тогда все будет хорошо а это вообще уместно где украина где мексиканская граница вот многие задаются этим вопросом так можно в принципе и в логике их республиканцев от кидаются они-то ведь считаются как раз защитниками вот этого града на холме крестоносцев и так далее именно республиканцы которые несут некую миссию вот этого свободного мира и разбираются во внешнем больше всего вновь как всегда в истории бывало по разному том числе и сейчас кроме того само деление на республиканцев и демократов уходит в прошлом то есть есть например есть консервативные круги республиканцев которые категорически против дональда трампа тем не менее в республиканском электорате сегодня дональд трамп имеет рейтинг почти 65 процентов и если он дойдет до до финиша то безусловно по кандидатам от республиканской партии будет он при том что значительная часть внутри партии самой республиканской элиты категорически против него мы помним что еще на выбор 2016 года на которых он победил хотя я получу почти на три миллиона голосов меньше чем его составляется хиллари клинтон силу специфики американской избирательной системы где нет нет на самом деле нет прямых выборов президента на мой взгляд этого избежать не удастся потому что именно на этом это и есть отражение американского федерализма что президента выбирают не граждане сша напрямую а штаты потому что соединенные штаты америки это выбирает президент с этим и связана эта электоральная система когда получивший меньшее число голосов может в итоге выиграть выборы в абсолютном зачете получивший меньше что голосов но даже и тогда как было зафиксировано и никто этого не скрывал все бывшие президенты вице-президенты и государственные секретари сша от республиканской партии то есть времен джорджа буша старшего и младшего голосовали за хиллари клинтон они за трампа то есть против кандидата собственной партии это и сейчас так то есть внутри республиканцев большой разброд и шатане уж в америка стоит на пороге переформатирования политической системы что не есть новость это обсуждается уже несколько лет скоро не будет традиционной двухпартийной системы а будет что-то другое но пока формально все это сохраняется но именно поэтому четко проводить когда раздел вот республиканцы за одно демократ за другое не приходится зачастую радикальные крылья республиканцев и демократов гораздо больше смыкаются между собой чем с ядром собственной партии это происходит не только в сша это вообще связано с переосмыслением в глобальном масштабе что такое левый и правый на мой взгляд это лево-правое деление которое возникло в эпоху великой французской революции потому что одни занимались слева места а другие справа но все исчерпал это типичное политическое деление эпохи просвещения с новой эпохи который я называю эпохой возвращения все будет по-разному уже не будет этих левых и правых в чистом виде скорее нужно будет оценивать политику по соотношению того консерватор он или реформатор а консерватор информатор это тип мышления скорее чем система или совокупность взглядов поэтому очень многие политики общей лишены идеологии в старом смысле просто важно или менять или не менять и прошлое будущее кто за ценности прошлого кто за ценности будущего здесь нет ни левого не правы как например в современной германии есть ультра партия альтернатива для германии читаешься ультра правой есть новая политическая сила создаваемая выходца выходкой не побоюсь этого слова из левых ультралевых зарывания считается ультралевым поэтому по взглядам они спадают на 70 процентов ультра правая ультра левая обе они потому что как и дональд трамп он не является неправым не левом в чистом виде он против его главный массаж его главного то на чем он базируется это противостояние вашингтонскому истеблишмент он антистаблишментарный кандидат Nashville in как значительная часть элита республиканской партии относится к этому самому истеблишменту против которого выступает дональд трампа поэтому делают все возможное чтобы давай трампа утопить и не дать ему возможности блатироваться президенты вовсе отдать пальму первенства на республиканских премьерис более умеренным понятным и управляемым кандидатом, типа Рона де Сантиса, губернатора Флориды, или Никки Хейли, бывшие представители США при ООН и бывшие губернаторки Южной Каролины. Поэтому здесь, опять же, республиканцы-демократы неважно. Важно, что это с точки зрения логики оппонентов Джозефа Байдена вопрос о миграционной политике. Это не только защитные сооружения на границе с Мерсикой, но это и важнейший вопрос, можно ли нелегального мигранта депортировать с территории США не только на границе, а в любой точке, сейчас можно только на границе. А если он уже проник в США, то не так-то просто от него избавиться. Это большая юридическая процедура, включая суды. Это относится к сфере национальной безопасности, что не устают подчеркивать носители этой точки зрения в большей степени, чем вопросы Украины и Израиля. Это просто брак у ворот. В том числе распространение того самого наркотика фентанила, о котором мы говорили в одном из предыдущих наших диалогов. На китайском сырье, плечевой точкой обсуждения между Джозефом Байденом и Си Цзиньпином на их встречу в Сан-Франциско на саммите АТЭС. Во многом связано с тем, что границы с Мерсикой де-факто не контролируются, мексиканцы, ну или контролируются недостаточно, и мексиканские наркотели это полностью используют. Поэтому эту логику понять можно. В то же время она не означает, что республиканцы под этим предлогом хотят оказать помощи Украине. Есть, безусловно, в политических округах США, есть люди, которые в принципе не хотели бы вмешиваться в европейские, бездневосточные и прочие дела. Но они, безусловно, сегодня не в большинстве. Я думаю, что позицию, которую транслировал Майк Джонсон, Владимиру Зеленскому, она в соответствии действительности. Да, все хотят, никто не хочет допустить победы Владимира Путина. Все хотят, безусловно, в этом смысле успеха Украины, ну, как сказал тот же Майк Джонсон, опять же, адресуясь Джозефу Байдену, и здесь, говоря Владимиру Зеленскому о том, что во всем виноват Байден, ну, пуй-пуй, с Байденом и надо разобраться, демократическая администрация не предъявила стратегию победы. Что, возможно, так оно и есть. Также сам Байден несколько съезжает с темы. Если прежде он говорил, что поддерживать Украину он будет всегда, столько, сколько потребуется, то сейчас он говорит, что поддерживать Украину будет столько, сколько возможно. Такая формулировка прозвучала. Во время визита Владимира Путина, господи, это оговорка по Фрейду, Владимира Зеленского в Вашингтон. Насколько мы слышим сегодня некую консенсовную позицию Байденовской администрации, значит, поддерживать надо будет до 2025 года, после чего можно будет склонить Владимира Путина к переговорам. Почему можно будет склонить к переговорам, не ясно, но, так сказать, это вопрос до сих пор не разъяснен и не разжеван. И сейчас все, на мой взгляд, пали жертвой завышенных ожиданий, избыточного оптимизма, который существовал весной нынешнего года по поводу контрнаступления вооруженных сил Украины и положения российских вооруженных сил, их состояния. И случайно, буквально сегодня вернулись к тем самым утечкам через Джага Тейшеру, разведывательные информации, которые были весной, с куда более пессимистическими оценками того, что случится на фронтах в 2023 году. Это тоже обсуждается. В общем, мое резюме такое. Несмотря на то, что все непросто, и здесь придется играть игру гораздо более тонкую, не завязанную исключительно на пропагандистские призывы и объяснение банальных вещей, все равно американская поддержка сохранится. Я не знаю, успеют ли они, успеет ли Конгресс до 21 декабря, и не для того ли продлили сессию, или просто так, или ничего не получится, все равно. Но в январе, я думаю, что поддержка все равно будет. То есть полной сдачи Украины не случится. Ну, конечно, это не будет так просто, как это виделось год назад, во время предыдущего визита Владимира Зеленского в Вашингтон, когда перед ним стелили красную дорожку и принимали с парадного южного входа в Белый дом. Сейчас он попал прямо в западное крыло. И, конечно, все это в очень большой степени завязано на внутриамериканскую политику, где каждый порезанный мизинец во внутренней политике стоит каких-то больших подпотрясений вовне. Потому что для Джозефа Байдена все это вопросы его электората. Идя на компромисс с республиканцами по поводу миграционной политики, он теряет электорат. Во всяком случае, определенную часть латиноамериканского электората, который против этого, и значительную часть мигрантов первом-втором поколения. Поддерживая Израиль, он тоже теряет часть своего электората с радикальных демократов, которые за Палестину и против евреев, и всяких там БЛМщиков, которые вообще традиционно настроены на антисемитские. Поэтому здесь он... Республиканцы прекрасно понимают, поэтому хотят припереть его к стенке. Чтобы он сам себе ответил на вопрос, хочет ли он соблюдать, следовать своим собственным идеалам, провозглашенным им лично, которые он не перестает провозглашать и призывает республиканцев одуматься, говоря о том, что если пакет этот не будет принят до Рождества, то это принесет счастье только Владимиру Путину и Си Цзиньпина, и больше никому. Ну, или он все-таки хочет действовать оппортунистически в интересах определенных групп собственного электората. Да, вот эта дилемма и стоит перед Джозефом Байденом, поставлена перед ним принудительно. И надо сказать, что она отражает вообще ключевую проблему западных элит сегодня. Я говорю, что здесь кризис, в котором мы оказались, когда организованные преступные группировки почувствовали себя полноправными игроками в мировой политике, способными бросить вызов сверхдержаве. Сегодня, кстати, скончался Андрей Дмитриевич Константинов, мой знакомый, автор «Бандитского Петербурга», который, на мой взгляд, психологию правящей элиты современной России и путинизма описал весьма точно еще в 90-е годы. Собственно, беды современного мира базируются на пяти ключевых проблемах западных элит, которые я классифицирую как 5G, 5G, первейшие из которых – это лицемерие. Ну, кроме этого, коррупция, непотизм, некомпетентность, высокомерие. Вот, в первую очередь, лицемерие, когда ты не можешь сам себе ответить на вопрос, какое полушарие твоего мозга говорит правду. Ты не признаешь Тайвань частью Китая, и ты же, вот в 70-х годах, когда Никсон с Киссинджером так решили, и ты же утверждаешь, что ты добро путь, собираешься защищать Тайвань военным путем. Нет ли противоречия между позициями? Ты же говоришь о том, что нужно консолидировать свободу в мере противостояния тоталитаризма, но ты же должен идти на оппортунистические уступки определенным группам собственного электората. И для этого готов пожертвовать ценностями свободного мира и пойти на уступки тоталитаризма. Не пора ли определиться? Вот этот вопрос действительно, с кем вы мастера культуры? Этот вопрос стоит сегодня перед вашингтонской элитой в полный рост. И поскольку для США всякие внутренние вещи, не только экономика и политика, но и мировоззрение всегда важнее внешних, то, конечно, на этот вопрос, на эти вопросы придется ответить. И Украина в известной степени является заложником этих ответов. 22,5 тысячи нас смотрят, и 5,5 тысячи поставили свои лайки. Я напоминаю нашим зрителям, что просьба большая к вам. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Может быть, по мессенджерам посылайте. Тут масса проблем нас сильно лихорадит. Вообще весь YouTube отчасти, но у нас в том числе. И лайки ставьте, слетают лайки. Проверьте свою подписку. Вот сейчас у нас разбирается наша медиа-компания. Почему, так сказать, некоторые начали активно жаловаться, что слетает их подписка. Они подписаны были, проверили, оказывается, они не подписаны на канал. Причем это массово. Так это не то, что один или двое. Так что вы проверяйте подписку. Если вдруг вы не подписаны, обязательно немедленно подписывайтесь. И ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о всех эфирах, выходящих на канале Фегенлайф. И, конечно же, на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео вы можете обнаружить, собственно говоря, ссылку на канал Станислава Александровича. И там же есть анонс офигительного шоу. Я вот цитирую Станислава Александровича. Ежебудними выпусками White Night Sit Down шоу «Доброй ночи, малыши». Офигительное шоу – это киноагент, кинематография, премьера которого состоялась на прошлой неделе. А Sit Down шоу «Доброй ночи, малыши», иногда «Доброго дня», малыши выходит каждый будний день. Не только и под Новый год, но, безусловно, порадуем вас очередным спецвыпуском проекта «Время Белковского», поэтому подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский». Не жалейте сил. Я рекомендую всем это сделать. Тоже надо будет в последнем выпуске посмотреть. Ну, давай тогда дальше двинемся. Смотри, видишь ли ты разницу в отношении эксплуатации, паразитирования на, собственно, этой помощи посредством, значит, ну, в каком-то смысле, политического шантажа страны, оппонентов Байдена, прежде всего, республиканцев, разницу между отношением к Украине и Израилю. Я почему об этом спрашиваю? Израиль – это ведь, ну, все-таки, долгосрочный, многодесятилетний партнер. Плюс мы знаем отношение республиканцев к Израилю. Трампа к Израилю знаем отношение. И оно явно не такое же, как к Украине. Ну, и, наверное, это проецируется именно сторонников внутри Конгресса республиканцев, которые поддерживают Трампа. То есть, Израиль – это все-таки традиционный союзник, в общем-то, субъект международной политики, партнер, союзник и так далее, который пользуется и большим доверием, имеет лучшее лобби, еврейское лобби в американской политике, что очевидно, куда сравниться украинскому лобби. При том, что очень ситуации их похожи. Ну, до известной степени. Мы с собой не раз это обсуждали, в каких оказались Южный Израиль, ну, Израиль в связи с сектором газа и Хамас, и, собственно говоря, Украина, которая подверглась агрессия со стороны Москвы и так далее. Мы не говорим до деталей, потому что тут многие начнут возражать, кто там, поди разбери агрессию, кто оккупант. Не будем мы сейчас даже в это вникать, но, в принципе, как минимум по отношению западного мира и Израиль, и Украина являются его частью. Ну, во всяком случае, Украина очень этого хочет, а Израиль никто не поставит под сомнение. Ну, разве что квир за Хамас, кстати. Вот мне понравилась здесь у меня где-то картиночка, где там руки торчат, такие держат Хамас. Значит, плакатик, что квир за Хамас, а там руки такие отрезаны из квировцев. Вот. И всяких мишинцев. Вот где эта разница? Вот скажи мне, она есть или нет, или это одинаковые отношения? Ну, на уровне правящих элит, безусловно, есть. Поддержка Израиля со стороны США гораздо более последовательна. Ну, по всем причинам, которые ты сам уже назвал. Что это понятный, понятный союзник, и, во-первых, ему меньше надо гораздо. Надо сказать, Израилю надо чуть-чуть. Четыре раза меньше, чем он гораздо более подготовленный. Вы спросите, у него не Россия, извини. Ну, и совершенно верно, ведь Израиль сейчас ведет наступательную войну в секторе газа, она идет относительно успешно. Нельзя сказать, что все блестяще, но все и неплохо. Сами израильтяне в лице министра обороны Юава Галанта, который на эту тему давал пресс-конференцию позавчера, говорят, что нужно еще месяц-полтора, ну, возможно, нужно два или два с половиной, но это некий обозримый горизонт. Ну, даже и по отношению к Израилю не все очевидно. Во-первых, администрация США постоянно давит на Израиль, чтобы он поскорее сворачивал операцию, а лучше всего к Новому году. О чем сказал премьер-министр Биби Нитаньяку, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего Блиц-визита. Опять же, это связано с электоральной конъюнктурой, потому что часть электората Демпартии очень переживает из-за жертв на палестинской стороне. То есть, она никогда не переживала, когда Хамас угнетал палестинцев и держал их в полной нищете, будучи управляем долларами, миллиардерами, живущими за пределами сектора газа, разумеется. И по поводу украинских гибнущих граждан тоже, знаешь, как-то не виделось среди этого демократического электората каких-то волнений, сочувствия, да, по отношению к украинцам, которых погибло в разы, в разы больше. Десятки тысяч, а то и там поди, может, несколько сотен тысяч украинцев погибли. Что-то я не видел, чтобы они так сильно за украинцев переживали. Такая для них украинская кровь. Нет, там уходила своя профессия, к тому же, собственно, вообще в тех кругах, которых вчера было принято считать левыми, хотя, еще раз говорю, лево и право это устаревшая конструкция, достаточно сильные антиизраильские, антиеврейские настроения. Вы видели выступления руководителей трех университетов, наслушников в Конгрессе. Да, одна из них еврей, кстати, была. Да, отказались осудить антисемитизм в собственных стенах де-пакто и сказали, что все зависит от контекста призыва к уничтожению евреев. Поэтому не все просто и в этом смысле. Но, конечно, Израилю гораздо проще, потому что по-прежнему Хамас не пользуется поддержкой со стороны открытой военной поддержки со стороны арабских и вообще исламских стран. Какой-то неоткрытый со стороны Иран, разумеется, пользуется, в том числе с помощью активизации йеменских хуситов, этого движения Ансара-ла. Но, опять же, никакой коалиции вокруг Хамаса не сложилось. В этом смысле задача Израиля гораздо проще, чем даже во время шестидневной войны 1667-го и войны судного дня 1773-го года. То есть, понятно, что с пропагандистской точки зрения Израиль объявил это второй войной за независимость и так далее, но тут тоже нет ничего преувеличивания. Израиль может справиться с этой задачей, но США кроме того требуют, чтобы Израиль передал после войны сектор газа под управление Палестинской национальной администрации, то есть, тежание ПАД, его 87-летнего лидера Абумазова. Израиль этого делать категорически, разумеется, не хочет. Да и многие, еще не только за пределами Израиля считают, что в этом нет никакого смысла. К тому же, складывается парадоксальная ситуация, когда рейтинг Хамаса в самом секторе газа, то есть, количество считающих, что Хамас должны дальше управлять газой, 38%, а на западном берегу реки Ордан в Иудеи и Самарии, то есть, на территории официальной национальной администрации, более 70%. То есть, там, в общем, хотят больше, чтобы Хамас остался у власти в газе, чем в самой газе, потому что там народ газа уже вкусил в полном объеме. Результаты этого управления, вот типичный пример власти ОПГ на территории. Это не государство, это не стату классическое, но это вот так, когда преступная группировка управляет территорией, так она и управляет, совсем при всех доступных ей возможностях. Поэтому передать, то есть, те, кто не сталкивался с правлением Хамаса, поддерживать его больше, чем те, кто под его властью жил. И США по-прежнему, поскольку именно демократическая администрация соглашения ОССР в 1993-1995 годах очень важны, поскольку они были достигнуты при Билли Клинтоне и под его патронажем, вообще вся эта логика двух государств для двух народов, так далее, то США тоже предъявляют Израилю неисполнимые требования. Другое дело, что для Израиля в его сегодняшнем состоянии это не так болезненно, как задержка, естественно, помощи Украины для Украины в ее нынешнем состоянии. Тем более, что максимум пессимизма в Израиле был в первые дни войны, когда оказалось, что Израиль неожиданно к ней совершенно не готов. Сейчас все-таки уже больше оптимизма, несмотря на человеческие жертвы, и надо сказать, что тут на днях погиб сын Гадди Айзенкота, бывшего начальника генштаба вооруженных сил Израиля и члена нынешнего военного кабинета. Узкого военного кабинета. И это была большая трагедия. Все приносили соболезнования Гадди Айзенкот и вместе с тем это вызвало прилив патриотических чувств на тему, что воюют все. Здесь не только в России, где 100% элитных детей освобождены от участия в спецоперации, но и в Украине такая проблема тоже существует. Согласитесь. Поэтому, конечно, для Украины это все сложнее и последствия затяжек и задержки с американской стороны выглядят все более болезненно, но опять же стоит вопрос и сам Джозеф Байден, мы обсуждали этот вопрос уже с тобой и он обсуждается более полугода, на мой взгляд, с весны нынешнего года, каковы критерии победы. Является ли главным и единственным критерием победы выход Украины на границы в 1991 год. Или констатация этого факта, что Владимиру Путину не удалось уничтожить украинскую государственность, что Украина сохранила под своим контролем большую часть территории, более 80%, и что она может рассчитывать на строительство новой страны с нуля, можно считать победой. И поэтому не зацикливаться на теме границ 1991 года и возобновления контрнаступления с целью их достижения. Эта тема тоже в Вашингтоне звучала, хотя и не как главная, но она будет ключевой, потому что это и есть ответ на вопрос Майка Джонсона, где стратегия победы, будет ли она нам предъявлена. Так, уже 27 тысяч к нам присоединились, мы 25, 26 минут в эфире, у нас еще есть время, мы с этим тоже разобрались, теперь, знаешь, все-таки нас интересует Москва, вот в контексте, кто враги Украины, ясно, кто главный враг Украины, ты, так сказать, не надо заголовок выносить, понятно, мы обсуждаем всех остальных, но все-таки Москва, вот такое ощущение, что они очень сильно заложились на отказ от помощи Украине и строят свои планы именно на этом, ну, это сопоставимо с расчетом на затяжную войну, как минимум до выборов ноября 2024 года и там последующие инаугурации в январе 2025 года они рассчитывают на приход Трампа, его окружение, которое как-то изменит позицию Вашингтона по отношению к Украине, помощи, переговорам и так далее, но как ты видишь, все-таки, на твой взгляд, тут даже показали, что, кстати, Байден процитировал Скобеева, не называя ее, про то, что смотрите, сука радуется, значит, и там действительно сюжет был, они повторили, тут все это цитируют, про то, что, значит, радуются позиции республиканцев, типа республиканцы, давайте там, и вот это вот все, на твой взгляд, Москва какие усилия приложила, чтобы эта ситуация возникла, или это совсем, ну вот по логике, что это внутренняя американская история, совсем мимо нее, вот складывается впечатление, что у Москвы какая-то, в общем, тактика, стратегия по этому поводу была, и что-то они все-таки реализовали, уж больно как-то это все заморочено все, понимаешь, на среде того, что у Москвы прям в порсе. Нет, во-первых, Путин не заканчивается на то, что США откажут в поддержке Украины, он на это не надеется. Точно так же, как в 2016 году, он не надеялся на победу Дональда Трампа, он был практически уверен, что победит Хиллари Клинтона, и задачей его вмешательства в американские выборы была хаотизация Америки, дискредитация самой демократической процедуры, что отчасти удалось, и, собственно, расследование спецпрокурора Мюллера это и показало, что да, вмешательство было, но целью этого вмешательства не была победа Трампа. Так же, как и сейчас. Я не думаю, что Путин может всерьез, во-первых, что Путин имеет такие существенные рычаги влияния на американскую политику, это не так. Точно так же, как не имеет рычагов влияния на исход выборов 2020 года и вообще решение вопроса, дойдет ли Дональд Трамп до финиша. Да, конечно, приход республиканцев воспринимается Кремлем как благо. Но на это не делается ставка жесткая, поверь мне. Ставка делается на то, что просто Украина так или иначе окажется в ситуации глубокого истощения уже к весне следующего года. Для этого предназначается очередная предназначена серия ракетно-бомбовых ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. И анализируются данные о том, что, украинские же данные, предъявляемые украинской стороной, о том, что запас прочности меньше, чем год назад. И поэтому, значит, так или иначе, к весне Украина будет подведена к черте, когда независимо от объемов американской помощи, а сейчас с учетом задержек, ну, то есть, если деньги поступают завтра, это же не выделено завтра, это же не значит, что завтра Украина вся будет завалена американскими вооружениями, самолетами F-16 и так далее. Здесь есть некоторая инерция. И Путина сходит с того, что эти вооружения скорее будут предназначены для обороны Украины, и вообще Украина сейчас должна переходить к стратегической обороне, чего, в общем-то, не скрывают и многие в Вашингтоне и в Киеве. Ну, открыто говорят, извини, прямо вон прессы и в Конгрессе говорят, переходите к обороне, создавайте оборонительную линию, также там унавоживайте минами, обороняйтесь. Поэтому это не впоследствии не взятые позиции значительной части украинского истеблишмента, особенно военного. Именно поэтому, значит, сейчас для Владимира Путина самое важное это вот изнурить снова, активизировать войну на истощение, на уничтожение украинской инфраструктуры и одновременно добиться некоторых успехов на земле. Вот сегодня РФ рапортует о взятии Маринки на эту тему, поступают противоречивые средние, дальше на очереди Авдеевка и Углидар. И если, то есть, главное это продвинуться максимально для РФ в Донецкой области, поскольку, так сказать, с тем, чтобы ее территорию максимально поставить под собственный контроль и к концу весны, когда с точки зрения Кремля Украина будет, усталость от войны в Украине достигнет максимальных значений с момента ее начала 24 февраля, тут, собственно, и говорить о дальнейших условиях. Ну, начиная с прекращения огня, который выгодный Кремлю тоже, но он исходится из представления, что он выгодный Украине. До условий того, как вообще может быть заключен мир. А мир Кремль, естественно, собирается заключать в США, а не с Украины. Что, так сказать, надо договориться об условиях с Вашингтоном, а дальше Вашингтон навяжет их Украине, поскольку киевские власти полностью, дескать, Вашингтону под контроль. Такова кремлевская позиция. Но я бы не стал... Здесь ставка на усталость делается еще на то, что Украина будет лишена дополнительного мобилизационного ресурса. Дело не только в поставках западных вооружений и в западных деньгах. Ну, собственно, как мы знаем по опыту всех больших войн в истории, уровень энтузиазма в самом начале войны, уровень энтузиазма в тех точках войны, когда твоя страна побеждает, это совсем не то же самое, что уровень энтузиазма в ситуациях, когда война затягивается или победа твоей страны не просматривается. В этом смысле, есть принципиальная разница между мобилизационной готовностью украины весной 2022-го, в начале 2023-го года, когда ожидались большие успехи контрнаступления на фоне успехов в Харьковской и Херсонской областях и сейчас. Безусловно, то есть отчасти Хремль прав в этом смысле. Но я не думаю, что Путин имеет какие-то надежды на то, что он в состоянии влиять на американскую политику. Скорее, он радуется тому, что все сыпется. То, как он предполагал, и на что он делал ставку, устраивая Четвертую мировую войну весной 2014-го года, американцентричный мир крещит по швам, что накоплены в нем внутренние противоречия весьма велики, и поэтому удержать ситуацию под контролем глобально США не смогут. Да, в какой-то части мира смогут. И здесь он сам способствовал консолидации и консолидации НАТО, и сплочению США с Евросоюзом. Но вместе с тем его, собственно, мечта отделиться, отвести себе определенный угол мира, кусок Вселенной, и в нем безраздельно царить, без того, чтобы США хоть и их ценности хоть как-то не влияли, может реализоваться. И в этом смысле украинскую войну он видит как важный инструмент достижения этой цели. Ясно. Теперь давай все-таки коснемся самой Украины. Мы и предыдущие эфиры две недели назад посвятили, ну, полторы, обсуждению вот этого то ли реального, то ли, скажем, больше фантомного конфликта между военным и политическим руководством Украины, между Залужным и Зеленским. Сейчас как-то, в общем, это потихоньку начало спадать. На фоне проблем с возможным финансированием военной помощи со стороны Соединенных Штатов как-то это стало все-таки уходить. Ну, там, никто Залужного не снимает с должности командующего, никто, значит, не баллотируется никуда, как говорили, чуть ли не прочь Залужному, у которого будут якобы кто-то там поддерживать на Западе в пику Зеленского. Все это так как-то фантомно пролетело. Сейчас уже, ну, во всяком случае, энергия потеряла этот ИПСО, будем выражаться так, которые на этом, на этом, собственно говоря, пытались как-то и Москва паразитировать, и внутренние какие-то силы в Украине и так далее. Ты полагаешь, что вот эти внешние проблемы, они могут снять эти противоречия, которые, безусловно, есть? Они, конечно, исходят из того, на кого повесить неуспех контрнаступления, но, опять же, относительно контрнаступления, потому что его одни могут считать так, другие так. Кто-то резонно скажет, знаете, что благодаря контрнаступлению Москва не осуществила в свою очередь наступление, да? Ну, даже если они там с Маринкой, Маринка чистая, это просто ровное место, уже там ничего нет. Даже если подтвердится, что его взяли, то там брать уже нечего, то есть Маринка уже не существует. Видимо, они и Авдеевку ее возьмут, так же, как и Бахмут, когда уже будет ровная чистая площадка. Вот. И это будет просто сантиметры, метры, километры. Так вот, что ты думаешь относительно вот этой истории с конфликтностью и вот тем, что я уже слышал, смотрю, и пропагандистские источники, случайно он умывался, включил радио, послушал Вести, какая-то там, МФМ или что-то, там вовсю, значит, рассказывают, что легитимность Зеленского после там, условно, марта-апреля, она нулевая. И это вот хорошее подспорье для того, чтобы усиленно его торпедировать. Ну, имеется, выборы в военных условиях не проводятся, и т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Вот что можно сказать сейчас про Украину? Где, в какой точке находятся все эти внутренние конфликты? Ну, опять, любая Авдеевка, Маринка, как и Бахмут, все равно имеет символическое значение, независимо от того, есть там что-нибудь или нет. Бесспорно. Сражение за них имеет определенное значение, говорю, о жертве, которые приносятся для того, чтобы, соответственно, и наступающей стороной, и обороняющей стороной. А эти жертвы, не спеши, не одну лишь, как президентские сроки Владимира Владимировича Путина. Ну, я исхожу из анализа источников, не российских пропагандистов, разумеется, а украинских же, в первую очередь, во вторую очередь, евроатлантических, которые подтверждают, что этот конфликт безусловно существует. Конфликт между политическим военным руководством страны, особенно воюющей страны, существует всегда. Это общее место. Он существует и в сегодняшнем Израиле, например. Вопрос в том, в какой мере он выходит на поверхность, в какой мере определяет судьбу страны на данном этапе ее существования и развития. Ясно, что перед лицом общей проблемы эти разногласия ушли на передний план. И мы увидели сегодня оптимистичную фотографию министра обороны Рустама Умярова вместе с Валерием Залужным и его обсуждаемым преемником Александром Сырским командующим с сухопутными войсками, которое должно было показать, что никакого конфликта нет. Тут же эта фотография вызвала яростную реакцию депутатки Марьяны Безувы, которая продолжила свою атаку на Залужного и снова призвала не делать хорошую мину при плохой игре, поскольку плана на 2024 год до сих пор и нет. И само поведение Залужного и отставка, например, представителя президента в парламенте Федора Венеславского сразу после того, как он резко осудил и раскритиковал господин Залужного без угла, раскритиковал без угла и тоже о чем-то говорит. То есть эти противоречия существуют. Я абсолютно убежден в том, что они не должны сыграть какую-то роковой роль в украинской судьбе сейчас. Ясно, что Залужный, хотя, невзирая на то, есть ли у него политические амбиции и потенциал. Потенциал, безусловно, есть амбиции, на мой взгляд, тоже не будет баллотироваться вместе с Зеленским. Если он и будет в выборах как претендент на президентский пост, то после войны, другой вопрос, что считать после войны. И сами выборы состоятся после войны, поскольку во время высоких боевых действий высокая интенсивность и их проведение просто невозможно. Независимо от того, хочет этого кто-нибудь или нет. Оно невозможно ни юридически, поскольку это запрещено законодательством. Допустим, законодательных актов и избирательный кодекс и закон о правовом режиме военного положения. Но оно невозможно инфраструктурно, технологически. Уж как можно голосовать на линии фронта, как голосовать многочисленные беженцы и так далее. Это совершенно невозможно. Невозможно, оно и политически, поскольку эти выборы приведут к колоссальному раздраю и расколу в ситуации, когда это все абсолютно не допустим. Поэтому выборы уже будут после войны и, на мой взгляд, в них будут участвовать либо заложенные, либо Зеленские. Но не оба вместе. Поэтому актуальный и политической конкуренции между ними сейчас не будет. Но, конечно, эти противоречия есть и связаны они, разумеется, еще и с многочисленными интригами, которые так или иначе существуют внутри украинских политических войн. Эти интриги не останавливаются на всем протяжении войны. Хочется этого кому-то или нет. Понятно. Но, во всяком случае, это влияние этого конфликта будет ослабевать, как я понимаю, чтобы не давать повода Западу западной прессе говорить о том, что вы там у себя сначала разберитесь, тогда что-то потом получится. Потому что иногда возникает такое впечатление, ну, и оно, может, искусственно складывается, что действительно это повод для того, чтобы что-то сдерживать, на что-то показывать. Нет, это является одним из факторов, но не поводом что-то сдерживать. Потому что, естественно, США и союзники прекрасно понимают, какова цена вопроса в целом. Разногласия, ну, при этом западные СМИ самые солидные, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times и так далее, и так далее. Они ссылаются на конкретные высказывания Рустема Умерова и Валерия Залужного, неофициальные, не публичные, которые отражали эти противоречия и так далее, и так далее. То есть, все это не на ровном месте. Но дело не в этом. Вот, дело в том, что Запад, в принципе, оказывается не готов к большой войне. Сегодня мы услышали позицию главнокомандующего вооруженными силами Германии в эндосфере, который огорошил НАСА интересной информацией. Он сказал, что Германия совсем не готова к войне, если что. Причем, это связано с тем, что вооруженные силы ФРГ сократились в разы по сравнению с 1992 годом. Ибо это силы объединенной Германии по сравнению с только ее, так сказать, лучшей половиной до конца 80-х годов. Например, сейчас 200 танков работоспособных на вооружение Бундесферы, а тогда было около 3000. Количество самолетов сократилось в 4 раза. В Бундесфере под ружьем находится 0,4% экономически активного населения, а в России, например, 4% в 10 раз больше во всех военизированных структурах. Потому что Запад не готовился к этому ни к чему. Казалось, что с победой Запада в холодной войне ничего такого уже не будет. И все эти опасности прозевали. Это означает, что во что может вылиться, что может случиться потом, если Украина будет полностью разгромлена, всем понятно. И допустить этого коллективный Запад не может. Поэтому я здесь не впадал бы ни в избыточный пессимизм, то есть помощь и поддержка обязательно будут. Не в избыточный оптимизм, что помощь и поддержка будут абсолютно ими безусловны. Нет, естественно, это потребует огромных внутренних усилий от Украины самой. В том числе в смысле нормализации ситуации во внутренней политике, конца аппаратных войн и вражды различных планов, дальнейшей борьбы с коррупцией и так далее. 33 тысячи нас смотрят, больше 10 тысяч поставили свои лайки. Мы уже 41 минута в эфире, просьба большая, остается не так уж сильно, много времени, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал FaginLife, напоминаю, что есть проблемы с вашими подписками, проверяйте их, действительно ли вы все еще подписаны или что-то произошло с вашей подпиской и вы не обнаружите подписанными себя на канал FaginLife, соответственно, не получаете уведомлений о приходящих эфирах. Тех, кто к нам присоединился, тоже напоминаю, это сделайте, потому что в противном случае вы просто пропустите какие-то эфиры в лучшем случае, а там в худшем-то вообще непонятно, что будет. Так что и на канал Станислава Александровича Белковского в описании к этому видео подпишитесь тоже. Хорошо, тогда вот смотри, в этой всей ситуации меня еще две интересуют как бы ну, таких игрока, таких коллективных игрока. Ну, с одной стороны, это вот не нравящаяся тебе формулировка глобального юга, так сказать, а туда съездил Путин буквально не так давно накануне в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, вот и так далее. То есть это явное свидетельство того, что, в общем, кто-то расценил это как выход из изоляции. С другой стороны, похоже на то, что, значит, глобальный юг отреагировал определенным образом на вот этот новый конфликт, уже связанный с Ближним Востоком, и таким образом Путин, который выставляет себя сейчас заседником исламского мира, ну, что удивительно, так сказать, учитывая опыт Сирии, где он там творил черти-черс, с химическими, с суннитами, используя химическое оружие и так далее, и так далее, и так далее, там до кувалды. И второй полюс, это Китай, который вот как-то замер, между прочим, после Сан-Франциской встречи Си Цзиньпина с Байденом, вот явно тестируется, ну, если не считать поездку такую эксцентричную Лукашенко в Пекин, то в общем и целом Китай как-то такое ощущение взял дистанцию от этого, от всего, чтобы это пока мимо него пролетало все для того, чтобы посмотреть за ситуацией по концу. Вот что ты думаешь о глобальном юге и Китае как продолжающихся неких игроках, которые хотят, вовлекались, в общем случае, вот саммит Джиди был в августе по поводу Украины и Китай вообще спецпредставитель их хуе назначал и сам еще какое-то время пытался на это на все влиять и вдруг как-то, в общем, где-то какая-то возникла пауза, вот я бы так сказал в их активности, что тут можно сказать? Термин глобальный юг мне не нравится прежде всего потому, что виноват я сам, я не придумал лучшего, но он не нравится мне и по смыслу, потому что никакого глобального юга какой-то единой концентрированной силы не существует. Вот, например, Китай и Индию, они что, заодно, что ли, там, нет, конечно, они сражаются за благосклонность Соединенных Штатов и друг против друга. То есть глобальный юг очень сильно фрагментирован и сегментирован. Владимир Путин это как раз устраивает, потому что он же, и подчеркивает, что он хочет быть в одиночестве, он не хочет быть частью никакого альянса. А Си Цзиньпин, на фоне усугубляющихся проблем китайской экономики, что для него приоритетно важно, там проблем все больше и больше. Мы сейчас не будем вдаваться в цифры и подробности, а просто констатируем, что развитие экономики уперлось в тоталитаризм. Дальше, так сказать, надо или отменять китайский тоталитаризм и давать экономике новую возможность для развития, или нет. Иначе третьего не дано. Но Китай не может отказаться о тоталитаризме, поскольку ключевая задача, она же и проблема АЦК, КПК и лично товарища Цзиньпина, который все более становится единоличным лидером, укрепляя свой персоналистский режим, это сохранение контроля над страной. А для этого тоталитарных механизмов, включая цифровой концлагерь, отказываться нельзя. Их может только усиливать, и это прямо противоречит приоритетам экономического развития на сегодняшний день. Вот он поехал сейчас в Вьетнам. Вдруг неожиданно вспомнил, что у него есть близлежащие страны, ближние, с которыми надо выяснять отношения. Тем более, что Вьетнам во многом поспорено развитие Вьетнама, который номинально остается коммунистическим, хотя, естественно, тоже совсем не тот коммунизм, что был в прежние времена. Я там бывал не очень давно, так, но относительно. Я хочу сказать, там от коммунизма-то кроме портретов ничего нет. Он переключил на себя значительные инвестиционные потоки со стороны США и становится уже связанным региональным конкурентом Китая. Вот Китай вспомнил, что Украина и даже Израиль далеко, а вот Вьетнам-то оно близко. Поездка на Путина на Ближний Восток она преподносилась, опять же, особенно российской пропагандой как триумфальная, потому что его очень красиво встречали, особенно в Абу-Дабе, в объединенных арабских инвестициях с самолетами, с российскими флагами и так далее. Но, опять же, это стандартный протокол, особенно принятый на Востоке. И это не первый раз Путина так встречали. И здесь, как отмечали участники делегации, встречали даже скромнее, чем в прошлые прежние разы. А, во-вторых, ключевой вопрос, который почему-то остался неосвещенным большинством медиа, это больной, больная тема, которая обсуждалась в Абу-Дабе, о том, что объединенные арабские эмираты усиливают давление в финансовой сфере на россиян. Потому что после начала спецоперации ЗЭП значительная часть и людей, и компаний, близких к Кремлю вынуждена была покинуть европейское финансовое пространство, она переползала в Эмираты, особенно в Дубай. Туда же переместилось физически несколько тысяч около путинских людей, которые сидят в Дубае и активно агитируют за войну до победного конца и за взятие Киева. И вот Соединенные Штаты усилили давление на Эмираты, и особенно на Дубай, с тем, чтобы там банковский комплайнс уже стать, то есть проверка всяких транзакций, связанных с российскими деньгами, ужесточилась, российским деньгам там стало неуютно. Оно и стало неуютно. И это один из ключевых пунктов полемики, который почему-то на поверхность не вынесли. То есть как бы там глобальный, опять же, глобальный юг глобальным югом, но все равно пока доминирующие силы в мире остаются США. И ты, если у тебя есть финансовая система, ты не можешь абстрагировать ее от глобальной финансовой системы, в которой США, несомненно, топ-жандарм. Вот, собственно, Эмираты от этого сегодня прогибаются под этим натиском и ухудшают условия для россиян, что не нравится именно околопутинских россиян, в первую очередь. Ну, не только околопутинских, под раздачу как-то попадают все. Но, так сказать, для Путина это важный вопрос. Вот сейчас определенная часть, опять же, околопутинских структур людей перемещается, вынуждена уже перемещаться из Объединенных Арабских Эмиратов в Султанат Аман. И не случайно из лидеров Султанат Аман был почетным гостем на недавнем форуме Russia's Calling. Россия зовет организованного банком ВТБ, ключевой финансовой инстанции путинского режима. А в Саудовской арабии по-прежнему решается вопрос, во-первых, Саудовская арабия раньше была официальным посредником по обмену военнопленными и еще рядом деликатных вопросов украинской войны. Видимо, как оно и останется. Поэтому эти вопросы тоже безусловно обсуждались, в том числе и посредничество в процессе прекращивающего возможного весной прекращения огня. Но весной, скорее, к концу зимы, то есть ко второй годовщине спецоперации Z. Но еще и вопрос о нефти, потому что с тех пор как Россия примкнула КПК плюс и они как-то скоординированно сокращают поставки нефти для поддержания ее цен, они начинают терять рынки, потому что сегодня добыча и России, и Саудовской арабии где-то 9 миллионов баррелей в сутки, а в Америке уже 13. То есть США и здесь играет лидирующую роль, и если сейчас США еще снимут санкции с Венесуэлы, а я не исключаю, что вся эта эпопея с якобы вторжением в Гаяну и возможной аннексией части ее территории это инструмент давления нынешнего венесуэльского режима, чтобы избавиться еще от части американских санкций, а Венесуэла, как мы знаем, страна, хотя и не выдающаяся по добыче, но первая в мире по запасам нефти, то тоже ситуация на нефтяном рынке здесь изменится не в пользу. АПЕК-плюс и не в пользу Альянса Саудовской Аравии и РФ, и это тоже является приоритетным предметом обсуждения скорее даже, чем война в Украине, хотя и это тоже затрагивается. Поэтому Путин не находится, условно, в глобальной изоляции, ну и какого-то нового совершенно качества в связи с неуспехом контрнаступления вооруженных сил Украины он не приобрел. Все равно мир выглядит так, что весь так называемый глобальный юг в основном сконцентрирован на внутренней конкуренции между различными центром влияния там внутри и так или иначе должен вести переговоры с Америкой о том, чтобы многого не потерять. Естественно, хаотизация Америки, ослабление Америки многим выгодны именно в этом смысле, что легче торговаться с ослабленной страной, с хаотизированной страной и на этом играет и Путин. Но ослабление не означает полного крушения. Для Китая все равно крупнейшим рынком остается Евросоюз вторым Соединенные Штаты Америки. Позиция оборот с РФ, хотя и достиг 200 миллиардов долларов в год, но это намного-намного меньше, чем США, особенно Евросоюз. И даже по газопроводу Силы Сибири два, Пекин занимает достаточно жесткую позицию. Пока неясно будет, что этот газопровод строится. Хотя бы уже потому, что китайская сторона подозревает российскую в тотальном разворовывании денег на строительство и хочет, чтобы это передали китайским подрядчикам. А российская сторона сейчас не хочет передавать это китайским подрядчикам, потому что тогда нечего будет разворовать. Если да что-то и будет, то не тем достанется. И Китай сейчас всерьез обсудит вопрос, что может быть газопровод из Торкмении, который в состоянии давать те же объемы газа, будет благоприятной альтернативой этой Силе Сибири-2. Поэтому нет там меры подалевыми, нет единства в глобальном юге. И хотя, разумеется, всякий игрок, особенно такой крупный, как Китай, хочет использовать вот эту хаотническую ситуацию Четвертой мировой войны, чтобы добиваться своих нужных себе результатов, считая, что Америка не сможет все равно играть везде. И поэтому, значит, Америке легче выбить определенные уступки, при том, что все равно все взгляды обрещены туда, в эту самую ослабленную, гаотизированную Америку с ее впадающим в деменцию Байденом, но заменить которую в своем именно мире пока что все равно невозможно. Ясно. Ну, мы уже 51 минуту в эфире, обычно мы держим все этого регламента. Последнее, что я буквально в самом конце хотел бы у тебя такой, я знаю, при том, что прогнозы вещь неблагодарная, но ты считаешь все-таки, что действительно Украина получит такие эти деньги до конца года? Или же этот вопрос остается, ну, на твой взгляд, вот по анализу всей ситуации в целом, потому что вот с учетом продления до конца недели сессии, до 20-го, там, 21-го получат эти деньги. Потому что нас тут смотрит очень много украинцев, они, в общем, несколько дней просто в полном ахуе, по-русски говорят, и по-украински, по-моему, также. Значит, им хочется чего-то такого обнадеживающего. Давай попробуем что-нибудь ему рассказать. Я уверен, что Украина эти деньги получит. Получит, наверное, в декабре или в январе, я не знаю. Это слишком большая прогноза, поскольку это зависит от массы нюансов внутри американской политики, а не отношений США с Украиной, РФ, глобальным югом и кем бы то ни было еще. А там, так сказать, кто-нибудь на кого-нибудь не так посмотрел или наступил на ногу и все откладывается до окончания рождественных каникул. Собственно, опять же, рекомендую всем пересмотреть сериал «Карточный домик», который, хотя и считается отчасти сатирическим, но все эти нюансы и перипетии американской политики описывают достаточно точно, на мой взгляд. Но бросить Украину совсем США не могут, потому что присутствует совершенно точное понимание, что если свободный мир даст такую слабину, то уже победа тоталитаризма в современном мире станет очевидной. И это будет образцом для всех любых стран и политических сил в современном мире. Поэтому, конечно, кто бы ни был у власти в Америке, демократы или республиканцы еще раз с оговоркой на то, что вся эта дикотомия уходит несколько в прошлое, да и Трамп не является классическим республиканцем и не был им в период своего президентства до 2016 по 2020 годы, вот все равно поддержка Украины сохранится. Но от Украины потребуется гораздо больше усилий, чем прежде, для того, чтобы и получать, и осваивать эту поддержку, и поэтому тут нужно гораздо больше самодисциплины и понимания того, что одни лишь эмоциональные пропагандистские конструкции из 2022 года уже работать не будут. Нужна большая работа над ошибками и над собой. Вопрос о том, что враг Украины, враг любого субъекта, будь то человек, корпорация, государство, нация, это собственные высокомерия некомпетентности, их надо избегать. Ну, это, кстати, известная вещь. Известная вещь. Вот, но тем не менее, будем надеяться, что это как-то реализуется. Надеюсь, что до Нового года мы проведем еще один стрим, если успеем. Да, у нас сегодня всего лишь 13. Мы не зависим от того, что вы шриктованы голосования в Конгрессе. Конечно, конечно, мы проведем, но нам будет интересно это подвести итог, потому что очень крепко так всеились друг за друг за горло эксперты, поэтому интересно будет, вот чей анализ окажется, более близким к реальности, при том, что это же не гадание, это просто попытка анализа, экспертиза. Она ведь вещь-то такая. Ну, я думаю, что мы не должны обнимать перед Нового года или нет. Принципиально, я считаю, безусловно, эта помощь будет получена в декабре или январе. Зависит от слишком многих нюансов, которые мы не можем все прочитать. Более того, их не могут прочитать непосредственные участники игры, которые сейчас в Вашингтоне. Как же тут мы? Что же тут мы? Ну да, ну да. Ну что же, спасибо огромное Станиславу Александровичу за участие в эфире и тем, среди пяти тысячам, которые нас смотрят примерно сейчас, двенадцать с половиной тысячам, поставишь ему лайки. Напоминаю, пожалуйста, распространяйте эфир и ссылки на этот эфир, а также подписывайтесь на канал Фейдин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok